МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадой компании Гомель, у студии працует Светлана Князева, глядзите у гэтым выпуском. Подрыхтовка до свята сёня в Лясковичах прошло посаджение архкомитета 6-го международного фестиваля Клич по лесам. Масштабный и перспективный проект Доврушский завод по выработке кордона наведал наместник премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Лепш попередить, чем ликвидовать. Супрацовники МНС провели профилактичный рейд по гомельских интернатах. А зараз об этом и иншим больше подробязным. Сёня у агрогородку Лясковича Петрковского района прошло посаджение архкомитета 6-го международного фестиваля этнокультурных традиций Клич по лесам. Свято заплановано на 15-е жнивня. По кулю, дельники посаджения обмерковали организационные пытания и затвердили программу фестивалю. Ляскович наведали наши корреспонденты. В этом году международный фестиваль Клич по лесам пройдет в новом формате. На территорию его проведения отбылась масштабная реконструкция. Зменилось все – от набережной до выставочных пляцовок. Сюльту культуру по лесам представят 8 районов Гомельской области и 3 Бресской. По цене керавництва национального парку Припятский, по стане на этот день запланованные работы выполнены на 99%. Завтра тут отбудется субботник. А тому сомнение у тем, что территория фестивалю будет готовая для проведения свята, нема ни у кого. Даже после завершения фестиваля узведенные побудовы разбирать не будут. Это будет свой особливый парк от Пашинку для жахару агрогородка и туристов. Сегодня, конечно, там все предусмотрено. Даже заход теплоходов с Припяти, вот этот Белая Русь теплоход, раньше мы его не могли принять. Вот сегодня он может смело заходить к нам. И я думаю, что это в Беларуси одно из направлений водный туризм, особенно перспективное. И особенно это будет, конечно, казаться реки Припять. Подчас поседжения архкомитета – размова об финансовании мероприемства фестивалю и протягнении спонсорских сродков. А так само удели у фестя проставнику замежных дипломатичных миссий, аккредитованных у Беларуси. На сегодняшний день приехать на Гомельское полесьце уже выказали на мер 16 дипломатов. Особливая увага подчас поседжения – программе фестивалю. В этом году организаторы предугледили шарах новых мероприемств на кшталт экономичного форума и семинару туристичных операторов. Открыть все заплановано на 12 годин 15-го жнивня. Далее концерты профессийных и аматорских коллективов, мастер-классы рамесников, концертно-гульнявая программа аутентичных коллективов «Фолькфест», выставы работ «Мифология полесья у древе», серот традиционных конкурс прихожения полесья из поборненства рыболовов. Члены архкомитета 6-го фестивалю «Кулиш полесья» переконаны – отмавляться от лепших напрацовок не треба. Мы должны придать более масштабное мероприятие. Если мы начинали с этого, почему тогда мы отказываемся. Поэтому будем сказать, что меня не услышали. У вас один день на организацию. Финансовый вопрос небольшой, самофинансовый для поддержки. Если надо, там какие-то, условно называю, материалы, то будем решать в понедельник. Особная размова об пытаниях безпеки подчас проведения фестивалю «Кулиш полесья». Это и охова про аппаратку и работа медицинских бригад. Некольки пытаниях до простовников дзерж аутоинспекции. У дельников чакается шмат. Необходно не только регулявать потоки, али и продуглезить месты для стоянок транспорту. А про жаттаго подчас фестивалю тут будут постоянно знаходиться бригады выртовальников. Отрадно отметить, что он превращается из такого из местного фестиваля в международный, в республиканский. И несмотря на то, что он этнокультурный, мы видим, что по наполняемости он становится намного богаче. Там и погрузился экономический форум, там и туристическая отрасль будет рекламироваться. Большое количество ожидается представителей других стран посещения, ДИП-служб и так далее. То есть мы должны рекламировать себя, показывать и показывать такие уникальные края, какими является национальный парк Припятский. Вот я думаю, что мы это с успехом делаем. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты рыхтуется до проведения Дня гандлевых советников, аккредитованных в Беларуси дипломатичных миссий. Мероприемство заплановано на 14-е жнивня у Мазыры. Экономичный форум у Мазыры проходит с 2014 года и за все-таки проводится однажды с гандлевым кермашом «Полеская скарбница». Причем сюда запрашаются предприемства не только Мазырского района, а и всей Гомельской области, что дает махчимость представить их потенциал. Все ли это его оценят и дипломаты миссий, аккредитованных в Беларуси. По инициативе Гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты в рамках форума у першиню пройдет День гандлевых советников замежных посольствов. Для нас это те люди, которые будут продвигать интересы своих стран на нашей территории, и мы хотим подключить их к тому, чтобы они продвигали интересы наших предприятий на своих территориях тоже. Поэтому мы очень надеемся и будем стараться сделать такой диалог с торгово-экономическими советниками, с посольствами, благодаря вот именно экономическим структурам. И каждому советнику мы готовим сейчас пакет предложений пострановый, в который мы включим коммерческие предложения предприятий нашей области, в первую очередь, и будем им предлагать и раздавать для того, чтобы они в дальнейшем могли усилить торгово-экономическую составляющую нашего сотрудничества Гомельской области. Под пильным контролем улады. Наместник премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров наведал Доброжский завод по выработке кордону. Объект – один из наиважнейших для беларуской промысловости. Кировничество краины, а так само у всех, кто мают дочинение до его створения, объединены одной метой – забеспечить свой часовый запуск в творчестве без шкоды для якости. Подробности в наступном сюжете. Кировничество завода упеунивое. Работы проходят по графику. Ничто не перешкоджает до конца года запустить основную вытворчесть в пусконаладочном режиме. Австрийская компания «Андрец» скончила аудит, а лесопрацовничество с замежными коллегами этим не обмяжуется. 29 июля заключен договор на проведение основных работ. Следовательно, сейчас идет мобилизация сил, и в середине августа специалисты компании «Андрец» заедут на производство. Основное доручение Юрия Назарова – работы по запуску вытворчасти треба узмацнить. Супрацовники повинны звернуть увагу на усе дробязи, как после уведения обсталевания у эксплуатацию усе структурное подразделение завода працавали без боев. Коли ее смахчимость поскорить темпы, треба ей выкаристать. На початку осени пусковый комплекс повинен быть готовым для дальнейшей работы. Так само треба одругалевать относины со Светлогорским целлюлозно-кардонным комбинатом на конт поставок сыровины. По словах Юрия Назарова, с деяностью завода связаны великие чаканни. Лесогасподарший комплекс – один из самых перспективных напрямков нашей экономики. Упершую чаргу дякуючу своей самодостатковости. Целлюлоза будет переработка в картон. Картон дальше – это рабочие места для переработки картона в упаковку. И что самое важное, мы независим, не знаю, как купить газ, нефть, потому что сырье, оно свое, его надо брать в размерах определенных, там, не знаю, расчетными лесочеками и на базе его создавать вот такие производства. Поэтому я ожидаю, что президент, надеюсь, вернее, что будет тоже дано определенное поручение развивать производство, которое использует местное сырье. Портприемство планует запеспечить рынок готовым продуктам на початку 2021 года. Клиентская база формируется. Будучшие заказчики чекают запуску вытворчасти не меньшим работники завода. Миколай Скенсиян, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомельс Добруша». За утро жихары в области могут звернуться по телефону до представников мясовой улады. У Гомельскими облываконками на питание граждан откажет первый наместник старшины Игорь Часнок. Телефон для совести – 33-12-37. В этот час принимать звонки будет керавник справ Гомельского арвы «Канкама» Алексея Васюченко, номер 33-07-62. Промые линии, як и звычайно, працуют с 9 до 12 годин. С первого жюня в Беларуси повеличиваются минимальные працованные и социальные пенсии. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума. И он складеет 256 рублев 10 копеек и будет денежать до 31 костричника этого года. Сумма на 3,8% выше и по переднему значению. В связи с изменением бюджета прожиточного минимума с 1-го жюня переглядят залежные от этой величины надбавки и выплаты. Таким чином, социальная пенсия по взрослому с 1-го жюня повеличится до 128 рублев. Инвалидам первой группы у тем лику инвалидам с детинства будут платить 281 рубль. Инвалиды детинства другой группы будут отримливать 243 рубли. Выплаты детям у выпадку страты кормителя складывать 217 рублев. Инвалиды третьей группы будут отримливать 192 рубли. Так само будут повеличены померы доплат до пенсии для непрацующих пенсионеров, которые достигнули 75-ти годов до 48 рублев, для тех, кто достигнув 80-ти годов – 64 рубли. У жюня пенсии, которые должны выплатиться с 10-го числа и поздней, можно будет отримать на почте и продоставку с 3-го жюня прозбанки с 5-го жюня. От детерминовой выплаты можно отмываться и отримать по графику. Вырастут и допомоги при народжении детей. Одноразовая выплата увеличится омально сотню до 2561 рубля. А при народжении другого и наступных детей будут выплачивать 3585 рублев 40 копеек. Зменятся так само по мере и инших выплат. Выявить и ликвидовать порушения пожарной безопасности. Супрацовники МНС проводят профилактическую работу в интернатах. Разом с инспекторами у РЭД отправились наши корреспонденты. Внимание! Сработала пожарная сигнализация. Всем срочно покинуть помещение согласно плану эвакуации. Проверка пожарной сигнализации в семейном интернате номер 6, что належит Гомсельмашу, проводится регулярно. Тестирование системы – важная частка профилактики здоровья. Например, сейчас отключают так называемый шлейф у пожарного оповещения. На пульт дежурных сразу поступает сигнал. По правилам дежурный повинен подняться до места и оценить ситуацию. А затем выкликать супрацовников МНС. Инспекторы проверяют так само заполнение журналов пожарной безопасности и ведание правилов. Основными причинами возникновения пожара в общежитиях является неосторожное обращение с огнем и нарушение правил экспортации бытовых электроприборов. Поэтому сегодня мы проводим рейдовые мероприятия для того, чтобы провести обучающие беседы с проживающими в общежитиях и, конечно же, проверить действия персонала в случае обнаружения пожара системой автоматической пожарной сигнализации. Наступный пункт в программе рейда – студентский интернат ГДУ по улице Кирова. В Соковику этого года тут отбылся пожар. Огонь снищают звери, кабинки и обилку столи. Вероятная причина возгорания – неосторожное выходжение с огнем при куренне. Летом в интернате остаются замежные студенты. Профилактичный рейд – мягчимость нагадать правила безопасности и проверить. Те умеют корыстаться огнетушителям, персонал и проживающие. Стараемся раз в несколько месяцев напоминать студентам правила пожарной безопасности. Ознакамливаем их под роспись в журнале. У нас есть журналы, как пользоваться огнетушителями. Внимательно относимся к нашим туркменским студентам, потому что у них еще к тем, которые только поступили, есть проблемы с языком. Поэтому им буквально на пальцах, показывая огнетушители, все остальные какие-то действия, показывая, что такое план эвакуации, который в каждой комнате находится, по каким лестницам они куда должны идти. И, в общем, таким образом напоминаем. Подчас ломачальной работы выротовальники так само нагадывают – пытание безопасности залежит не только от службовых особ. Отказность за порушение правил не осусть и проживающие в интернатах. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». До речи сегодня в Минску подведены выники республиканского конкурса на лепшее осветление у СМИ деятельности органов и подразделений по надзвучайных ситуациях. Сирот Пераможцев и телеканал «Беларусь-4 Гомель». Уручал у Знагороды журналистам министр по надзвучайных ситуациях Владимир Вашенко. Коллектив службы «Новинов» отзначены дипломом «Пераможцы» у номинации «Пропаганда ведов» у Галине захования безопасности житеодейности насильства. У номинации «Лепший аутор» отзначены керовник проекта «Де-факто» Александр Гамоля. У Знагороды так само отримала корреспондент газеты «Гомельская правда» Кристина Варона. Я благодарен всем вам, что вы всегда объективно оцениваете ситуацию и даете объективную и правдивую информацию в эфир. Поэтому вот от этого взаимодействия, конечно, очень важно. Ну и самое главное, что вы с нами вместе работаете по созданию вот такой вот необходимой для всех нас культуры безопасной жизнедеятельности. У Веже Палаца Румянцева Хипаскевича открылась выстава предметов декоративно-прикладного мастерства, расписанных у традиции Палиха. Экспозиция присвечена 90-годзю маэстр Александра Осипова. На ней представлены шкатулки и панно, выкананное вядомыми гомельскими мастаками 20-го стагодзя Александром и Ганной Осиповыми. Яны продолжальники традиции старожитно-русского живопису. Любимые темы – народные звычки и обрады, былины и казки. Значное место у их творчасти так само займал иконопис. Муж и женка Ганна и Александра часто працавали у суаутерстве. Их творы экспоновались на международных выставах. Их набывали вядомые дейчи, например, Папа Рымский, Иоанн Павел II и патриарх московский и усея Руси Алексий. Анна Степановна и Александр Иванович Осиповы, они учились в 50-е годы 20-го века в Палихе. И именно секрет этой техники палихской лаковой живописи, они переняли, они ее сохранили и работали здесь в Беларуси в этой технике. Они сами создавали, готовили краски темперные на яичном желтке с добавлением сусального золота, с добавлением серебряного порошка или бронзового. Ганна и Александр Осиповы – выпускники Палихского мостатского училища. У Гомельяны приехали в начале 60-х. Александр Осипов ни одной чай обирался старшиней областной организации Белорусского союза мостоков. До речи, у династии Осиповых – 8 мостоков. Серед их дизайнеры, графики, живописцы и керамисты. Первые дни жнивня в регионе не назовешь по-соправдному летними. Будет довольно прохолодно, махчимы невеликие дожжи. Температура по ветру в складе – 12-14 градусов тепла в ночи и плюс 20-22 в день. У понеделок опадков не прогнозуются. В день будет до плюс 23. За вторку пошнется истотное потепление. У сироду чекается до 28 с плюсом. Это и другие новины, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Два работника Светлогорского целлюлозно-картонного комбината получили термические ожоги, проводится проверка. ЧП случилось в цехе производства целлюлозы. 30 июля примерно в 15 часов 40 минут в цеху производства волокна произошел групповой несчастный случай, в результате которого пострадало двое работников. После проведения ремонтных работ работниками ремонтно-механического цеха на трубопроводе подачи суспензии щипы в варочный котел с центрального пульта управления производилось наполнение данного трубопровода фильтратом для определения его целостности. В процессе заполнения произошел порыв трубопровода. В результате порыва находящихся вблизи трубопровода двух работников облило технологической жидкостью с температурой 80 градусов Цельсия. Слесоремонтник 1962 года рождения находится с 40% ожогов тела в ожоговом отделении Гомельской больницы. У него пострадали лицо и ноги. Электросварщик 1990 года рождения, получивший 95% ожогов тела, доставлен в ожоговое отделение Минской городской больницы. Причины и обстоятельства устанавливаются. Светлогорский РОСК проводит проверку. Назначены судебная и медицинская экспертиза. Украинские пограничники задержали пьяного бесправника из Гомеля. О нетрезвом водителе «Опеля» сообщили жители поселка Новая Гута. Наряд выехал на поиски. В результате проверки информации задержан 32-летний житель Гомеля с признаками алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Мужчина передан сотрудникам отделения ГАИ Гомельского РОВД. У жителя Гомельского района нашли и изъяли обрез охотничьего ружья. О наличии оружия сообщил очевидец. Правоохранители провели обыск у предполагаемого владельца ружья и изъяли обрез, пакет с дробью, гильзы и банку с сыпучим веществом. В результате экспертизы установлено, что изъятое оружие изготовлено самодельным способом и пригодно для стрельбы. Работа экспертов продолжается. А в отношении 35-летнего неработающего, неоднократно судимого жителя Гомельского района возбуждено уголовное дело. В Гомеле произошел пожар нежилого дома. Обошлось без пострадавших. ЧП случилось в микрорайоне Костюковка по улице Босенково. Огонь повредил кровлю двухэтажного деревянного дома. Хозяин владений устанавливается. Рассматривается версия поджога. В Гомеле мужчина ушел с покупками, не расплатившись. К правоохранителям обратилась продавец. Она попросила найти мужчину, который 26 июля 2020 года по техническим причинам не оплатил покупку в торговом центре. Если вы узнали мужчину на фотографии, сообщите об этом в центральной РОВД города Гомеля по телефонам, указанным на экране. Это вся информация о выпусках. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4. Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра Гомель начнет борьбу за бронзовые награды чемпионата Беларуси по хоккею на траве соперник команда Минск Рцоп. Во-первых, поединка серии за третье место пройдут на поле Гомельча. Завтра матч начнется в 17.30. В воскресенье 2 августа стартовый свисток прозвучит в 11.00. Поединки будут проходить на поле областной с дюшер номер один в районе Ледового дворца. 5 августа соперники встретятся в Минске. Серия продлится до трех побед одного из соперников. Параллельно будут оспаривать золото Минск и Брестский строитель. 19 сентября стартует мужской чемпионат Беларуси по волейболу. Гомельская команда «Энергия» подготовку к грядущему сезону начала 10 дней назад. Пока не в полном составе, но уже на следующей неделе в распоряжении тренерского штаба будет вся обойма игроков. По дворце легкой атлетики под руководством нового тренерского штаба работало всего 5 волейболистов. Было бы больше, но Владимир Галота и Дмитрий Майоренко отправились в Молодечно, где примут участие во втором туре чемпионата страны по пляжному волейболу. Кстати, тренерский тандем энергетиков Роман Аплевич-Владимир Лукьянов – удачный сплав молодости и опыта. Я знал Владимира Александровича Лукьянова как специалиста уже давно. И знал, что это за специалисты, и все его хорошие стороны. Поэтому попал выбор именно на него, тем более он наш, местный, гомельский. Пандемия досрочно завершила чемпионат страны в апреле. За 4 месяца простой игроки уже успели порядком соскучиться по волейболу. Правда, до работы с мячами в зале дело дойдет не раньше – середины августа. Такой большой перерыв. Его, наверное, еще такого перерыва никогда не было. Для меня это вообще впервые. Практически 4 месяца перерыв был. Очень соскучились. Ждем с нестерпением. Сейчас проводится пока общефизическая подготовка. То есть мы проводим такую тяжелую плодотворную работу, чтобы физически хорошо выглядеть в сезоне. Закладываем базу. У ФП – это всегда изматывающие тренировки. Однако даже тяжелая работа энтузиазма в волейболистах не убавила. Все рвутся в бой. Тренироваться желание есть огромное, конечно. Ввиду карантина пропустили очень много. Сейчас ведем усиленную подготовку. Я думаю, в этом году мы наберем очень отличную форму и дадим всем бой. Я думаю, мы будем фавориты. Настроение боевое. Команда «Ураган» просто готова сметать всех. Что касается комплектования команды, то в усилении нуждаются лишь несколько позиций. С окончательным составом на будущий сезон планируют определиться к концу августа. Тренерские штабы, игроки отвечают за качественный волейбол, а руководство команды – за атмосферу на матчах. В будущем сезоне гомельских болельщиков постараются удивить. Мы поставили себе задачу перейти на более серьезный уровень организации наших домашних матчей. И, как и в прошлом году, конечно, у нас будет группа ведущих, одних самых классных и зажигательных в гомеле. Но и сейчас мы ведем переговоры с командами чирлизинга, с командами, которые организовывают световое шоу. И самое интересное для наших болельщиков – это то, что в конце сентября стартанет продажа абонементов. Это будет очень интересное предложение. Поэтому, конечно, призываем всех наших болельщиков следить за новостями в соцсетях и до встречи на трибунах. В гомеле прошла областная спартакиада. По пляжному волейболу состязали спортсмены в возрасте 15 лет и моложе. Всего участия приняли 10 пар. У юношей победу одержали воспитанники гомельской из Дюшор Энергия Никита Усов и Тимур Рубан. На втором месте еще один тандем энергетиков – Никита Третинников и Иван Дюбенков. Бронза у спортсменов Жлобинского отцора Артема Шара и Антона Сабурова. У девушек победили жлобинчанки Вероника Гром и Ольга Абраменко. Серебро – также воспитанниц жлобинского волейбола Надежды Тишковой и Анастасии Ивановой. Бронзу завоевали Мария Арькова и Яна Грекова, представляющие из Дюшор Гомель-Стекло. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова